Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Шеремет рулит. Да, здравствуйте, Шеремет не только рулит, говорит и показывает, спорит и ругается. Минувшей ночью в Екатеринбурге, на Свердловщине, в России, ну и особенно в западном мире, отшумел Хеллоуин. Ну, правда, вот в Екатеринбурге, да и в России, наверное, отмечать, а точнее обмывать Хеллоуин начали еще с прошлой пятницы. То есть затянулся Хеллоуин в этом году на российской православной земле дня так на 4, на 5. Что это вообще такое Хеллоуин? Безобидный детский маскарад, карнавал или праздник чертей бесов? И, да нельзя, коммерческий день сатаны. Сегодня все это будем в эфире обсуждать, спорить, ругается с журналистом, с ведущим радио «Комсомольская правда» Павлом Филипповым. Добрый вечер. Да, привет, Павел, с общественным активистом Евгением Маленкиным по телефону. Евгений, привет, слышно? Да, Евгений, привет. И, надеюсь, мы выслушаем мнение, опять же, в прямом эфире детского психолога Константина Шестакова. Ну, первый вопрос Павлу, Павлу Филиппову, журналисту «Комсомольской правды». Павел, как никогда, мне кажется, в этом году православные, не епархия екатеринбургская, не православная церковь, а православные активисты, вот как-то жестко очень взялись в этом году за Хеллоуин. Насколько я понимаю, ты совсем не разделяешь их мнение, что это праздник чертей, день сатаны. Ну вот, а ты вот серьезно веришь, что вот эта вся расчлененка, кровь, игры в монстров, игры в реальных и фантастических маньяков, чертей и бесов, оно как-то не сказывается на людях, и особенно на детях, на психике. И какие-то закладочки подсознания не происходят во время этого празднования. Думаю, что не происходит. Дети с молодых ногтей у нас начинают увлекаться динозаврами, совершенно страшными какими-то чудовищами, пугают ими родителей, ничего не происходит, в общем-то. Я-то ведь еще как участник Хеллоуина здесь присутствую, Хеллоуинов в Америке, и хочу сказать, что... Во всякий случай, Павел, ты до сих пор участвуешь в Хеллоуине? Нет, нет, конечно, нет. С отвращением поморщины Филиппов? Нет, не с отвращением, потому что у меня сложилось определенное отношение к этому празднику. Вообще, давайте с историей разберемся. Что такое Хеллоуин? Канун Дня Всех Святых. Канун Дня Всех Святых. У нас вроде хорошо, да, человеческий праздник, День Всех Святых, прекрасно. В православной традиции, вот Евгений Маленке не даст соврать, тоже есть День Всех Святых. Он отмечается не 1 ноября, как в католическом мире, там другая дата у нас получается. Но, тем не менее, тоже есть. Нет, Павел, я вот перебью, ну, вот, допустим, у нас тоже День Святых, а мы возьмем и в этот день будем отмечать День Рождения Сатаны. И что? Причем тут День Святых? Давайте по-честному уже сказать. Подменение понятий произошло давным-давно уже. День Рождения Сатаны на Хеллоуин не отмечается. Хеллоуин – это пугалки. От святых отпугивают вот этими чертями, от святых отпугивают чертями всю нечисть. Павел, видите, это динарная традиция, это стандартная традиция, которая сюда просто вот, ну, врывается. Вот так же врывается сюда вот, я в один ряд ставлю отмечения Хеллоуина, вот эти вот сатанинские пляски, дергания с ЛГБТ, пропагандой. Это в одном горшке по морям заварено, и нам сюда просто-напросто предлагается. Ну, реально жуть. Ну, понимаете? Евгений, а у меня в таком случае вопрос. Подмена понятий, посмотрите, какая. День Всех Святых наряжается в чертей, во всяких там, ну, реальная расчлененка. Ну, представляете, я, вот подмена понятий «тыквенный спас». Не чувствуете подмену понятий, да? Ну, «тыквенный спас» предложил кто-то из православных активистов, хочу напомнить. Да, ну, нету таких православных активистов, не надо клеймить. Евгений, Евгений, я хочу задать вопрос. Калядование вам известный процесс, ведь я читаю прямо историю, древние обычаи, свойственные славянским народам, который перешел уже в православное христианство, в результате которого люди рядились с различными животными, ходили по дворам, пели определенные ритуальные песни, отдыхали и веселились. Наш ведь обычай? Наш, но он не вполне православный, он как бы языческий. Да, но огромное количество языческих традиций перекочевало в христианство вообще, в православии в частности. Ну, смотрите, Павел, калядки абсолютно уже не актуальны. У нас каляда есть, конечно, Николай, но... Но это про другое. Ну, да, это про другое. Но калядки умерли. В России они абсолютно не актуальны, их никто не отвечает. Возможно, возможно. Я соглашусь... Смотрите, моя позиция состоит в том, что, ну вот, есть такое явление, как Хэллоуин, да? Праздник коммерческий, да, безусловно. Как и 8 марта, как и Новый год, как многие другие праздники, коммерческий. Праздник страшный и травмирующий? Ну, наверное, нет. Потому что для меня это больше маскарад. И для меня, мне кажется, заострение на нем внимания... Вот вчера был Хэллоуин у нас. Для меня вообще, я не знаю, как и для многих, наверное, людей, прошло вообще незаметно. Вообще незаметно. Ну, вот смотрите, 8 смертей в США. Во Флориде, по-моему, перестрелка на Хэллоуин была. В прошлом году в Сеуле, Южная Корея, они очень охвачены американской культурой. Охвачены, да. 159 трупов на Хэллоуин. Вот. Только в Южной Корее. У нас в Уральском федеральном округе, по-моему, в Сургуте была в воскресенье или где-то в торговом центре разборка между зумерами, которые вообще вот просто за Хэллоуин, и которые на православную, на славянскую почву приземляли Хэллоуин. То есть такие православные черти и бесы. То есть они не против Хэллоуина были, а не за. Да. Вот. Вот у них разборка, там что-то распыление газа, опрыскивание краской, что-то роговица глаза... Плохо это все. ...пострадало Синики. Нет, ну это, я согласен, это как бы ерунда. Нет, это не ерунда. Это ужасно, но по сравнению с тем, что там учиняют, например, разные асоциальные элементы, не привязываясь к Хэллоуину, не привязываясь к никакому празднику, никакому событию. Это вообще ужас. Павел, ну... Давайте, Евгений, послушаем. Давайте, вот смотрите, в чем опасность Хэллоуина? Вот он губит здоровье и души наших детей. Вот, ну, абсолютно без пафоса. Формирует установки, мотивы на совершение в будущем отношений себя и других насильственных действий, понимаете? Это предпосылки формирования склонностей к саморазрушению, поведению, вот в том числе и к суициду, понимаете? Ну, это ученые, понимаете, вот ученые, несколько докторов... А можете конкретную фамилию назвать, Евгений? И конкретного ученого? Вот через несколько, вот давайте вот через несколько секунд я после рекламного блога назову этих ученых. Вот, ну, Павел, я абсолютно уверен. Ну, смотрите, у нас в Якутии Хэллоуин запретили. В Омской, по-моему, области, в одном еще из субъектов тоже запретили. Прямо вот на региональном Урте... Ну, по-моему, в городе Глазов в Урте запретили. Было бы так вот безобидно, как вы говорите, но об этом бы тогда... Евгений, у нас половину интернета запретили по непонятным причинам. Ну, не надо преувеличивать там не совсем половину, может, одну треть. Павел считал. Павел, ну... Посмотрите, я расскажу немножко о своем опыте. Да, да, Павел же с измальства участвовал в Хэллоуинах, а он уже далеко не подросток. Да, когда мне было 16 лет, я участвовал в одной из многочисленных программ обмена с Соединенными Штатами. Год прожил там, в Америке. И участвовал в Хэллоуине в том числе. Ну, как школьник, как... Это нормальная совершенно практика была. В кого мы переодевались? Нам достали настоящие костюмы американских моряков, на которые я нацепил привезенные с собой советские значки, которые прямо очень походили на американские медали. Ну, вот они по дизайну были так сделаны, да? И мне сказали, о, прикольно, настоящий моряк. И вот мы с моим другом, у которого была такая же форма, я поделился частью своих значков, пошли, собственно, каледовать, просить конфеты по домам соседей. Ну, Хэллоуин, давай так. Хэллоуин, да. Были ли люди переодеты в чертей? Не помню. Честно, не помню. Но вот у меня не отложилось. Почти 30 лет назад. Были ли люди переодеты в, не знаю, там, в разных животных? Да, полно. И взрослым человеком, когда я как журналист комсомольской правды ездил по приглашению Госдепа, да, такие времена были, как журналист комсомольской правды я ездил по приглашению Госдепа освещать выборы президента Соединенных Штатов. И нас собрал руководитель Центра международной журналистики в Вашингтоне в своем доме. Закатить вечеринку на 50 человек, это как бы норма совершенно американская такая. Вот как раз был Хэллоуин, он пришелся на те даты, когда мы там были. И когда мы туда прибыли, в этот дом, нам выдали какие-то шляпы, что-то такое. Ну, я скажу, что во взрослом возрасте это уже все не цепляет совершенно. И мы собрались просто, простите, попить пиво, серьезно, и пообщаться в неформальной обстановке. Вот как-то так. Но я знаю, что Иннокентий Шеремет был на параде. Да, нет, я не буду говорить, что я был участником самого лютого, наверное, самого главного Хэллоуин-парада в Нью-Йорке. Это лет 15 назад было. Я к чему хотел сказать, Евгений. Никого ужаса ты там не застал. Я подростком был во время Хэллоуина, моя психика вообще не разрушилась. Вообще не разрушилась. Ну, понятно, Павел, лет 30 назад. Я не могу это оценить, Павел. Вот вы не можете это сейчас оценить. Вот не разрушилась, понимаете. Но дело в том, что в той форме, в которой сейчас это происходит, это действительно, она повреждает детскую психику. Но, представляете, трупы, ну, реально, вот я-то просто увеличиваю. Я не знаю, вы там костюмы моряков говорите. А вот я заезжал на мойку буквально вот на днях, три дня назад на улице Бебеля. Там девушка меня встретила в шляпе ведьмы, и у ней очки такие с выпавшими глазами. Ну, ладно, маскаран. А дальше я заезжаю на мойку, и там реально расчлененка. Там какие-то трупаки, ну, понятно, это куклы. Какие-то руки окровавленные, кровища налита. И мне, говорят, предупреждают. Вы, говорит, сейчас не удивляйтесь. Говорит, вас будут пугать. Понимаете? Я, когда проезжаю вот эту автомойку, там вот эти вот крутятся щетки, там выскакивает, ну, какой-то человек в балахоне. Ну, это, ну, я не знаю. С одной стороны, как бы, ну, смеяться-то не на чем, понимаете. Вот. Другое, когда в школе родители загодя приходят в школу, вырезают разные черепа, какие-то там еще какие-то, украшают кладки. Когда школа начинает это все романтизировать, сочинения дети пишут, эссе. А что, серьезно пишут? Наряжают классы, детей наряжают в чертей, разные мать и там, и так далее. Ну, это, я не знаю, это неправильно, так, ну, быть не должно. Но это не те ценности, которые бы мы хотели, чтобы наши дети вот... Слушайте, Евгений, давай я свой опыт расскажу, как бы, пять своих копеек. То есть, это лет 15 назад было. То есть, возможно, вот этот Хеллоуин, в котором участвовал Павел в Калифорнии, ну, он такой относительно вегетарианский был. Я лет 15. Так получилось, что вот в конце октября мы были в Новой Англии, в Америке, ну, там куча штатов. И вот мы увидели, как Бостон украшается в Хеллоуин. Прямо вот в Хеллоуин заехали в тот самый Салем, который под Бостоном находится, где охота на ведьм была. И там куча людей была казнена в каком-то 17 веке. Да, сходили на то самое кладбище, где жертвы и палачи охоты на салемских ведьм находились. Там тоже все уже в тыковках было, в паучках, в оранжевых, черных каких-то игрушках. Ну, так, ми-ми-ми. А потом в Нью-Йорк приехали и пошли вечером на самый главный Хеллоуин в мире. Парад еще... там парад проходит. Парад не начался. Ну, вот в силу того, что у меня удостоверение было там журналистское, ну, вот мое чисто наше вот это поселковое деревенское, ну, там часть букв на английском, плюс у меня большой профессиональный фотоаппарат был, меня пропустили. И вот где они все тусят? Ну, я вот так вам скажу. Морячков-то там, ну, были там морячки Папайя. У них, правда, жопки были такие вырезаны. То есть, невзирая уже на ноябрь, там как бы прохладно было в Нью-Йорке. Ну, не так, как у нас сейчас, но вот так вот. Там очень влажно. Я вам так скажу. Это там сотни, если не тысячи людей клубились от участников Хеллоуина. Это вот такая смесь восставших из ада. Вот Олды, наверное, еще помнят такой убогий фильм. Восставшие из ада вот самым разнузданным и лютым гей-парадом. Там трансы, гомосейки в огромном количестве. Все полураздетые. Ну, вот как будто они на гей-парад пришли, но вот со всеми этими вещами. Вполне возможно, что в Америке за несколько лет все очень сильно изменилось. Стало жестче, стало более лютым. Ну, и вот к вопросу о том, что ты не стал в результате вот однократного посещения в детстве Хеллоуина порочным человеком. А детки-то с измальства ходят туда. С годика, с двух, с трех, с четырех. Ну, я не знаю. Ну, вот представь. Они играют в том числе не в фэнтезийных, а в реальных монстров. Вот ты играешь в Чикатило, понимаешь? Ты играешь в ангарского маньяка на следующий год. Ну, это переборка. Ты играешь? Ну, а как? Вот они играют в беса. Я не знаю. Вашу, господа, копилочку, знаете, что я хочу сказать? Помните, был скандал, когда кто-то из принцев британских, Гарри, кажется, пришел на Хэллоуин вечеринку в костюме нациста. Да. Перебор. Вот это безумие какое-то. А, нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Когда детка, не королева, она зиговала. Евгений, Евгений, я совершенно соглашусь. Это вообще, ну, перебор по всем просто параметрам. Действительно перебор. Но в остальном... Ну, нормы нету. Это за нормой. Хэллоуин, он находится за нормой. Да нет, да нет. Нам этого не нужно. Это демонизация сознания происходит, понимаете? Это, ну, демонизация сознания детей. Вот детские неврозы, страхи, психические нарушения. Немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса. Слушайте, я... Одержимость с бесами. Вот побочные эффекты Хэллоуина. Ну, мне кажется, что безумные мамашки, вот от них одержимость у детей возникает. И неврозы разного характера. Ну, я вот вам расскажу вот про неврозы и детские кошмары. До сих пор помню, у меня был детский кошмар в 6 лет. Жуткий. Хэллоуин? Он продолжался... Нет. К сожалению, нет. Да. Я не помню, возможно, осень была. Или лето. Он продолжался 4 дня. Я до сих пор, спустя 50 лет, помню, что мне снилось. Я ни одного сна не помню. А, просто сонка. Вот что я помню. Это ад меня подбрасывало по несколько раз ночью, в течение вот нескольких ночей. Я хотел бы... Я вам расскажу, от чего этот кошмар случился. Ну вот, ты же сказал, Павел, все от матерей. Вот мамка моя взяла меня на просмотр классического произведения. Он чуть пораньше был снят, ну, в наш маленький там южноуральский городок. Привезли Андрея Рублева, ну, вот в каком-то там 73-м году. Ну, не сказать, мама, поклонница Тарковского была, ну, Андрей Рублев, конописец. Что там может быть страшного? Ну, это она пошла со мной. И мне так запало в душу, как в православном хараме татаро-монгольское иго распинает и льет расплавленным металлом на еще тогда молодого артиста Никулина. Вот, что, блин, что вот это вот все продолжалось. Это к вопросу, может произвести или не может. Я до сих пор это дело помню. Вот тут я соглашусь. Я не разорчевался в творчестве Тарковского. Я с удовольствием смотрю Андрея Рублева до сих пор, но тем не менее. Мне представляется, что все-таки Хэллоуин чем хорош, ну, простите уж, да, за такой разговор, тем, что все понимают, что это игра. Все понимают, что это игра. Все хотят подурачиться. Но эта игра разрушает традиционную российскую культуру. Нашу культуру разрушает эта игра. Количество детей. Что это за такая игра? Вот Иннокентий сейчас вспомнил один из фильмов классических советского периода. А я хочу еще один фильм советского периода классический вспомнить, из которого есть фраза. Все глупости делаются с серьезным выражением лица. Да? И мне кажется, мы перебарщиваем вот в этой, в нашей вот этой, знаете, с серьезными щами. Вот на все смотреть, все запрещать. Вот давайте так. Хэллоуин при разном к нему отношении, к этому празднику, он, ну, наверное, прижился. Мне кажется, если не заострять внимание, как бы вот он отпадет. Пройдет эта, ну, не знаю, романтизация в том числе Хэллоуина. Вот у нас через несколько дней будет замечательный праздник, название которого никто не помнит. Знаете? День народного единства. Это 4 ноября. Прижился праздник. Казанская икона Божьей Матери. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Государственный праздник День народного единства, который не прижился. То есть, Павел, ты как бы намекаешь, давайте отменим День народного единства и сделаем, и будем праздновать Хэллоуин на государственном уровне. Я к тому, что у нас есть праздники, которые действительно праздники. Первое января Новый год, 9 мая. Но зачем вы так говорите, что он не прижился? Это замечательный праздник, выходной день. У нас он переносится на понедельник. Люди радуются. Люди радуются того, что поспать можно лишний день. Это в вашей парадигме оно, конечно, не чувствуется. Но я про Хэллоуин, давайте. Про народное единство. А вот то, что пропагандирует Хэллоуин, он пропагандирует насилие и смерть, страх, ужас, оккультизм. Понимаете, это вещи вообще запредельные. Это настолько вот, ну, точно не про нашу культуру. У нас есть замечательные русские традиции. У нас есть замечательные русские, российские праздники, которые мы готовы справлять. Хэллоуин нам не нужен. А какие, Евгений, какие праздники? Более того, это... Извините, Евгений Павел, забыл обратиться к нашим радиослушателям. Подключайтесь к нам, к нашему разговору. Телефон 385-09-23. Ну, только так, достаточно кратко, если что, звоните. Она пишет. Для вас. Она пишет. Вот, ну, будешь цитировать. Это безобидный детский маскарад, карнавал или праздник чертей бесов и День сатаны. Вот. А, кстати, что пишет? Нам пишет. В стране больше проблем нет, как Хэллоуин. Я, кстати, хотел бы присоединиться к этому сообщению. В медицине медицина трещит по швам. Образование трещит по швам. Общественный транспорт трещит по швам. Полиция трещит по швам. Медицина. А я вот скажу, как Хэллоуин связан с медициной. Ну, после звонка. Говорите вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Говорите. Слушаем вас. Да, слушаем вас. Да, меня просто немножко возмутило вот этот протест против Хэллоуина. Ничего страшного, считаю, в этом нет. У нас точно так же есть все эти персонажи, которые внушают и страх, и ужас, и какие-то детские вот эти вот, может быть, психологические травмы, Баба-Яга, Кощей Бессмертный и так далее, и тому подобное. Сказки про красную шапочку, про кота в сапогах. Вы оригиналы их не читали, вот эти замечательные. Там ужасно все. Вот это да, вот там такой жесткий средневековый европейский Хэллоуин, там расшлененка, все как вы любите. Вот, ну, я не знаю, вот, кстати, да, спасибо. А вот, кстати, идея возникла, я вот хочу вас спросить, и Евгения, и Павла, я не знаю, очередной депутат, видимо, с инициативой выступил, что Хэллоуин не надо, а давайте отмечать в этот день, день страшных русских сказок. Было такое, да. Ну, кстати, достаточно большое количество у нас страшных русских сказок, соглашусь. Так, у нас еще один звонок. Есть из чего отмечать, так сказать. Здравствуйте, представьтесь, вы в эфире. Меня зовут Олег. Да, Олег, здравствуйте. Говорите. Очень удивился, что заглянился, я в гараже сейчас подземном, возможно, там, может быть. Вот, и мне 58 лет, и по поводу Хэллоуина я хочу сказать следующее. Значит, нет в русских традициях тех основ, которые бы были, как бы сказать, приняты русским сердцем, чтобы праздновать этот праздник, который совершенно для нас не праздник. Это все навязывалось какое-то время, в 90-х годах. Вот эти драные сверленые тыквы, какие-то там большие глаза. Скорее всего, эта тема не для русского человека. Она даже климатически нам не имеет никакого отношения. Потому что тыквы у нас растут очень редко. У меня в этом саду выросло только две, и совершенно случайно. Очень хороший овощ, он полезен, это понятно. Но там, в Мессике, где его используют как подсобный материал для празднования этого, это не для нас, это первое. Вот уже первое различие пошло. Может быть, есть культура у этих испаноязычных индейцев, которые остались там с этим пониманием жизни и смерти. Ведь что такое, как бы сказать, процесс содержания костей бывшего умершего родственника? И каждый год их поднимают, очищают, то есть их хранят как цветыню. Да, есть, нет. Есть, есть. Павел, ты большие глаза. Я знаю. Хэллоуин, если что, играют с ними целый день. Кельский праздник. Потом опять убирают, потом опять достают. Хэллоуин кельский. Да, Олег, спасибо. Ну, я вообще должен сказать, это реально так есть. Ну, вот я с Олегом должен согласиться, потому что ужасов у нас хватало. Абсолютно. Я сказал про старинные европейские сказки. Ну, вот «Красная шапочка», ну, вот с разбегу что-то уже не припомнил. «Жанель Перо» и так далее. Он их собирал. Он их не писал, он собирал, он их чуть поправил. Они тоже были очень кровавые, там несколько издательств было. У нас охотно подхватили, у нас это... В советское время. В советское, да? Да. В девятнадцатом веке не было. Но в силу того, что у нас традиции, ну, такие вот были. А вот «А чего стоил волк и три порсенка?» Это же тоже западное. Да, да, да. Такая тоже очень жесткая расчлененка была. Все детские сказки там, это просто что-то лютое. Это фильм ужасов. «Кошмар на улице Вязов». У нас все это переводили, но настолько их приземляли, настолько вот от всего этого убирали, очищали, потому что традиции нет, потребностей нет. И вот появился Хеллоуин. Ну, вот что-то как-то, вот знаете, сейчас мы уйдем на новости, но подумайте пока. Смотрите, хитрожопые дядьки, коммерсанты, придумали, как сделать еще один коммерческий праздник в стране. У нас их Новый год и 8 марта. Вот Хеллоуин, вот День всех влюбленных, тоже приземлили. Просто выкачивать из глупых зумеров бабки. Вот мне кажется, просто развод на бабло, при этом романтизация сатаны, чертей и бесов. Прервемся на несколько минут на новости. Шеремет рулит. Да, Шеремет рулит, спорит, ругается, говорит и показывает. Минувшую ночь усправили Хеллоуин в Екатеринбурге, на Сверловщине, в России, вообще, в западном мире. Что это? Безобидный детский маскарад-карнавал или все-таки праздник чертей и бесов? Обсуждаем это сегодня с ведущим радио «Комсомольская правда» Павлом Филипповым и общественным активистом Евгением Маленкиным. Евгений, ты на связи? Да, я на связи. Все отлично. Я хотел, Павлов, ответить, кто те люди, которые сделали комплексное заключение. Я их быстро перечислю. Давайте небольшой бэкграунд. Я просто Евгений процитировал каких-то ученых. Я попросил дать фамилии. Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, профессор, член экспертного совета, приуполномоченным по правам человека Российской Федерации. Я кратко буду. Слобачаков Виктор Иванович, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии образования. Абраменкова Вера Васильевна, доктор психологических наук, 47 лет стаж. Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, стаж научной деятельности, 38 лет. Кузнецов Михаил Николаевич, доктор юридических наук, 50 лет стаж. Ячменев Николай Петрович, врач, кандидат медицинских наук. Евгений, извини, взрыхли, пожалуйста, уже, наверное, наши многие радиослушатели забыли. А вот эти замечательные ученые-мужья, они что сказали? Они сказали о вредном действии, воздействии на психику ребенка, вот этого празднования, я не хочу называть это празднование, это бесовского действия, которое называется Хэллоуин, когда наших детей вовлекают в очень деструктивные действия, которые необходимо на законодательном уровне запретить. И они в своем экспертном заключении, они подробно объясняют с нескольких сторон. И с юридической, и с медицинской, и с психологической, и с педагогической. Вот со всех сторон это все рассматривается. Вот эксперт Константин Шестаков, кандидат наук, о котором вот в эфире должен привиться, он это подробно может рассказать. Я жду в эфире Константина Шестакова, если что, набирайте его, ну и выводите в эфир, то есть дайте мне знать, что Константин Шестаков... Можно? Я сообщение прочитаю. ...потключится специалист по детской психологии, да, Павел? Нам пишут, каждый человек сам определяет для себя границы допустимого своей моралию. Главное, не лезть со своей моралью к другим. Если для вас недопустимо нарядиться вампиром один раз в году, то не делайте этого, но не стоит навязывать свой выбор остальным. Кроме того, на Руси издревле существовали рождественские калятки, которые, по сути, свои не сильно отличаются от знаменитой игры «Кошелек или жизнь» с собиранием сладостей в костюмах. Отвяжитесь уже от Хэллоуина. Это всего лишь веселый праздник, который позволяет людям расслабиться, встретиться со своими страхами лицом к лицу. «Видимо, не зря говорят, что Россия для грустных и любимое российское занятие что-либо запрещать». Ну, там и так далее. Все до кучи собрал. Нет, в общем-то я... Ну, я не совсем согласен, я уже кое-что подзабыл. Там можно полемизировать, там интересные вещи он проговорил, спорные. Но у нас Константин Шестаков, специалист по детской психологии, на связи. Константин, здравствуйте. Слышно меня? Да-да. Константин, у меня вопрос. Вот у нас как бы возникла дискуссия, но у нас много дискуссий по поводу Хэллоуина. Вот регулярное участие ребенка в праздновании Хэллоуина как-то может сказаться негативно на его... Ну, не мировоззрение вообще, на психике? Ну, конечно, может. Почему? На мировоззрение и на психике не только может, но и сказывается. Потому что дети, в общем-то, взрослые делают то, во что они играли в детстве. Вот если играют в куклы, то это подготовка к материнству, да? Если мальчики играют в войнушку, они готовятся стать воинами. Если они в шутку кушают пальцы, пьют кровь и зарезают друг другу вены, они не формируют свою психику и становятся циничными, озлобленными, неадекватными в какой-то степени людьми. Это не действует сразу, не действует мгновенно, но это закладка, которая потом срабатывает. Цинизм, жестокость, бесчувствие и такое вот отношение к жизни, я бы сказал, очень насмешливое. То есть вопросы жизни и смерти воспринимаются через призму Хэллоуина как какая-то игра, в которой можно перезагрузиться и начать все сначала. И в результате мы получаем поколение, которое не чувствует чужую боль. Которые не способны к эмпатии. Это поколение социопатов. Это касается не всех, но это такая тенденция. И Хэллоуин здесь не единственная причина, но в том числе этому способствует Хэллоуин. Хорошо, да. А единократное участие в Хэллоуине? Я, например, участвовал, да, и я не стал ни социопатом, ни бесчувственным человеком. Ну это, Павел, ты считаешь так. Я себя знаю хорошо. На самом деле человек не может себе поставить диагноз, и возможно в какие-то моменты они имеют место быть. Но, конечно, то есть если мы принимаем регулярное участие, а это регулярное действие, да, тогда эффект усиливается. Понятно, что за один раз человек может, например, даже не заразиться ВИЧ-инфекцией, если он переспал с инфицированным партнером, да, его может повезти, да. Но то же самое касается Хэллоуина. Но если это нормализуется, беда-то в том, что это подается как норма жизни. И это становится регулярным, и это навязывается как нечто естественное. А это противоестественные вещи. Я вот такую хотел, Константин, спросить. Ну, достаточно длинный такой вопрос, наверное, получится. Хэллоуин, насколько я понимаю, в США раньше, ну как раньше, 30 лет назад, например, Хэллоуин справлял в Америке вот наш сегодняшний гость, будучи подростком, Павел Филипп. Ну, вот раньше, 50, 60, 100 лет назад, в моем представлении достаточно вегетарианское. Празднование было, коммерсанты еще поначалу не взялись. Мне кажется, вот по-настоящему что-то лютое начало происходить лет 20-30 назад. То есть, ну вот я свой опыт рассказал в Нью-Йорке, что это дикое... Я вот был на главном Хэллоуине в Нью-Йорке. Это дичайшая смесь вот просто чертей, бесов, оставших из ада, гомосятины, трансвестизма. Вот как будто на гей-параде, но только на очень страшном оказался. Я вот бродил среди них перед началом парада. Я вот просто, я взрослый мужчина, у меня не было страха, у меня было чудовищное омерзение и отвращение. Я вот просто натурально боролся от них, через них испачкаться. Я что хочу сказать. И вот смотрите, и параллельно, я не знаю, это связано или нет, вот у меня вопрос к вам. Начали нарастать так называемые скул-шутинги, школьные расстрелы. Они даже вот расстрел как бы называют шутинг. И у нас любят такая подмена понятия. Шутинг же не страшно, расстрел страшно, массовый тем более. А шутинг, ну что это, баловство какое-то. Слушайте, я прошу прощения, можно вклиниться? В Америке проводится, это как психолог-психолог, да? Проведено огромное гигантское количество исследований, на которые потрачено гигантское количество денег. Там на каждую, на каждой чих есть исследования. Прямо причем массовое исследование, долговременно. Они молодцы. Так вот, игры и Хэллоуин, у них было отдельное исследование и по тому, и по другому. Корреляции не установлены между этим и скульпцией. То есть дети стали играть в компьютерные игры и за день убивать тысячу человек в игре. И параллельно, я вот скажу, на Хэллоуин во Флориде в этом году случился, по-моему, 586-й или 587-й массовый расстрел в США в этом году. Массовый у них считается... То есть если считать троих, двоих, там многие тысячи, то есть год еще далек до окончания, у них массовые расстрелы в среднем идут два раза в день. Массовые расстрелы. И все это совпало с компьютерными играми и с тотальным озверением Хэллоуинов. И ученые не установили никакой связи. Есть исследование антидепрессантов. Вы совершенно правы, что последние 20 лет, последние даже 25 лет все ужесточается. Это точно. То есть от празднования Дня всех святых 150 лет назад мы пришли к сатанинскому шабашу. Идут перевертыши. И по поводу экспертиз. У нас есть наша российская экспертиза, которая вышла год назад комплексная, психолого-педагогическая, медицинская, юридическая, которая касается именно действий Хэллоуина, его направленности, где однозначно говорится о том, что современный Хэллоуин, мы не будем брать историю, это однозначно религиозное действие. Вся атрибутика религиозная. И эта религия, надо понимать, сатанизм. И вовлекая детей в Хэллоуин, мы индоктринируем своих детей религиозным сатанизмом. Это нужно понимать, отдавать себе отчет. Если вы хотите быть сатанистами, вперед, марш за Хэллоуин. Если вы не хотите, а думайте, это безумие. Павел, а скажите, я не сатанист, раз вы топите за Хэллоуин? А я не топлю за Хэллоуин, Евгений. Я вообще православный человек, могу крест показать. Я не шучу, серьезно, абсолютно говорю. Ты шайбу надел, не значит, в хоккей научился играть. Евгений, я еще раз говорю. Православные люди не могут поддерживать Хэллоуин, потому что сатанизм и православие на разных полюсах. Тут, простите, есть такое выражение, или трусы одените, или крестик снимите, извините. То есть нельзя совместить несовместимое, это шоссофрения. То есть сатанизм и православие, они не уживают в одном флаконе. Это либо в том, или в другом человек лукавит. Ну, видите, мне германность по телефону поставили. Говорят, говорят, что невозможно... А почему нет? Как это? Телемедицина. А, ну... Все нормально. Это нормально. Прославление сатаны невозможно одновременно с прославлением Христа. Слушайте... Мы поклоняемся Христу или сатане. Простите меня. А одновременно это делать невозможно. Простите меня. А на Хэллоуин... А если его нет, это прославление сатаны. А если его нет, прославление сатаны, что делать тогда? Ну, оправдание. Есть. Оно есть. Просто в детских утренниках его нету, но оно начинается потом. А детские утренники опасны тем, что в сознании ребенка легитимизируется Хэллоуин. Это нечто нормальное. Он подрастает и потом попадает на Хэллоуин с шутингами, с прославлением сатаны, с сатанинским шабашом. То есть есть ласкораничные шляпки, конфетки в детском садике, и мы говорим, это не страшно. Но дети привыкают к Хэллоуину и постепенно лягушку варят медленно. Они вовлекаются в сатанинские действия, подрастают, а там уже есть все. Но я должен сказать, в детстве ты играл на детском утреннике в техасскую резню бензопилой, подрос. И вот у нас уже в этом году было несколько екатинбургских резней бензопилой. Ну, там бензопилы не было, но там было похлеще. А вот у меня вопрос, Константин. В этом году обратил внимание, ну, и в предыдущие годы, но вот в этом году, ну, возможно, какие-то журналисты, медиа, православные активисты пытались заострить. Хэллоуин, ну, не массово, но стали отмечать и в детских садах, и в школах, и особенно это распространено, конечно, в высших учебных заведениях. Может, где-то там, ну, вот я видел какие-то мамки за несколько дней до Хэллоуина собираются там, что-то вырезают, малюют для детишек, чтобы их нарядить в какого-то маньячилу, чикатило. Вот. И тут я услышал, вот это соответствует действительность или нет? Правда ли, что по запросам родителей, по поводу вот проведения Хэллоуина в школе, могут быть уволены директора и заучи профильные? Или это вранье, наброс какой-то? Нет, это, на самом деле, я не совсем понял. Вас вы сперва сказали, что в школьных учебных заведениях это проводится. На самом деле, наоборот, идут запреты в ряде субъектов федерации. В Москве еще в 2003 году был запрет, сейчас, по-моему. А у нас проводятся в Екатеринбурге? А у нас в Екатеринбурге проводятся. В разных субъектах. У нас, например, в Тюменской области давно все запрещено в учебных заведениях, подобные мероприятия. То есть, во многих субъектах федерации это официально на уровне департамента или министерства образования запрещается. Поэтому, да, если это будет проводиться, то родители могут написать жалобу и могут быть последствия. Например, вот в Сочи ситуация была. В Сочи парке ходила девушка, одетая под монахиню, с крестом, и кощунствовала в отношении атрибутики религиозной. И просто подошли люди, вызвали полицию. Это уголовная статья о скреплении чувств верующих. Девушка испугалась, извинилась, смыла грим и сказала, я больше так делать не буду, надо просто быть активным. Действительно, это оскорбление, потому что берется христианская атрибутика, она высмеивается, все это перемешивается с каким-то сатанинским шабашом и на тихи подается. Это и есть 148 статья о скреплении чувств верующих. Девушка сразу все смыла, извинилась и сказала, я больше так делать не буду. То есть, нужно быть социально активным. А вы смотрите, у нас... И не позволять, чтобы это происходило. У нас, господа, вопрос... У нас вопрос, а почему религиозные активисты, любые религии, такие непримиримые и агрессивные, пишут нам? Самые агрессивные сатанисты, они хотят навязать обществу свою религию, причем из-под тяжка, чтобы это было непонятно для, извините меня, для профанов, да? И когда им говорят, одумайтесь и хотя бы покажите свое лицо и назовите это сатанизмом, они визжат, что это их как-то угнетает и оскорбляет. У нас самая агрессивная религия – это сатанизм, которая пытается навязать себя всему обществу. У меня вопрос к нашим радиослушателям. Вам известен хоть один сатанист? Конечно, у нас несколько сатанистов состояли... Они, по-моему, запрещены вообще? Нет, кем они запрещены? У нас несколько сатанистов были депутатами Законодательного собрания Свердловской области. Я участвовал с ними в дебанерах. Это были молодые ученые, коммунисты. И они мне говорили, что... И ржали... Ну, это вот... А мы против праздника. Были живые еще события 19-го года. Весна, там прыжки по поводу сквера, храму нет, Крым не наш и все такое. И вот они мне говорили, что они поклонники... Не поклонники, что они адепты церкви Макаронного монстра. Это другое. Нет, это чистый сатанизм. Есть в церкви... Это один чувак решил прикололться, а все поверили. Нет, 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 нет. Павел, я изучал этот вопрос. Это очень на самом деле... Это вот всем... Это прикол. Нет. Это чисто сатанинская церковь. Там куча обрядов, есть церковь, она круглосуточно действует. Одна. Ну, в мире? Пять лет назад, возможно, больше было. А адептов очень много, потому что они играют, потому что это ерунда и смешно. Там огромное количество обрядов, и все обряды, наоборот, делают христианство. Ну, то есть крест с пертормашками, идет тотальное высмеивание, вышучивание всех православных обрядов и традиций. То есть, ну, чистый сатанизм. Вот. Поэтому это не так безобидно. Мне кажется, это больше заключение, Иннокентий, все-таки, чем... Ну, ладно, хорошо. Ну, ладно, хорошо. Мне кажется, через шутку, через юмор все эти люди и приобщаются. Вот. А Константин... Вот, что это дело? Сатанисты не носят на себе этикетку «Я сатанист». Это постепенное вовлечение. Это формируется мировоззрение, которое склонно к сатанизму. Это постепенный процесс. Не нужно документ иметь о том, что я сатанист. Идет сатанизация сознания наших детей. И не только через Хэллоуин. Тут много нюансов. Но Хэллоуин – один из инструментов сатанизации сознания общества. Ну, вот к вопросу. Просто дети наши ходят, где-то это активно празднуется, где-то это в школах запрещается. Но вот я не слышал, что вот, слава богу, что в целом ряде субъектов Федерации России как бы в школах запрещено. Вот про Свердловскую голос не слышал. А потом вот у нас нарастают постепенно вот эти массовые расстрелы, массовые школьные университетские бойни. Но правда потом выясняется... И американские ученые говорят, что это никак не связано. С чем это связано, я не понимаю. Смотрите, если говорить про наши школьные расстрелы, про наши школьные расстрелы, ну, там сатанизы, наверное, тоже где-то присутствуют в каких-то, но в основном там присутствует глубокая депрессия. Так всегда люди были депрессивны. Да. Всегда они были депрессивны. Почему они раньше в школу не заходили, не устраивали массовые... Я не знаю, почему специалисты не разбираются с этим. Нет, мне кажется, это напрямую связано. В первую очередь, конечно, с компьютерными играми. Константин, как бы спасибо большое за то, что подключились. То есть у вас есть еще вот, что вы считаете, вот обязательно надо сказать и донести до наших радиослушателей, или мы дальше пойдем? Да, я хочу еще раз обратить внимание на экспертизу комплексную, которая вышла в прошлом году. Помкин, Слободчиков, Абраменкова, Вера, это специалисты мирового уровня. Найдите в интернете, все это легко прибивается, почитайте, там все изложено. Это нарушение законов, это 436 закон нарушается, это игнорирование основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, это психологическое насилие над детьми, это реально повреждает психику ребенка, это исследовано экспертами, это доказано, с этим нужно знакомиться, нужно относиться к этому серьезно. В учебных заведениях, по крайней мере, на каких-то официальных площадках этого быть не должно. Если сатанисты хотят в лесу безумствовать, пусть их место в подворотне, их место в дальнем темном углу, пусть они там собираются и извращаются. Хоть что делают вместе с гей-парадом и перемешку. Но на официальных площадках этой мерзости сатанинской быть не должно. Спасибо. К нам подключался Константин Шестаков, специалист по детской психологии. А вот у меня вопрос к Евгению Маленкину и к Павлу Филиппову. Ну вот смотрите, произойдет что-то нехорошее в нашей стране, и, допустим, к власти дорвутся нынешние релаканты, зэки, иноагенты. Не дорвались? Ну, некоторые, да, во власти до сих пор находятся. Но они такие, скрытые. Они мимикрировали. Но я боюсь дорвутся. И вот смотрите, а не получится, что вот смотрите, Хилуин как хорошо было. Куча людей хороших, яснолитких, большие деньги на этом деле зарабатывали. А давайте отмечать день рождения Гитлера. Тут еще и спорный момент. Вот я вам задам вопрос. Вот вы подумайте, и вообще вот наши радиослушатели, а кто хуже, Гитлер или Сатана? Вот с разбегу вы вряд ли ответите на этот вопрос. А давайте день рождения Гитлера отмечать. Что-то перебор, мне кажется. Нет, а почему нет? Евгений, вам как кажется? Нет, я вот просто говорю, нет, вот в качестве такой апокалиптической фантазии. Смотрите, сколько... Нет, Евгений, сколько денег можно заработать? Представляете, в день рождения, уже тепло, хорошо, апрель, в день рождения Гитлера дети покупают нарядные, классные такие... Усики? Нет, и усики, конечно, а челочки такие начесывают себе. Я, кстати, Евгений тут соглашусь, что это вещи одного порядка. Нет, покупают великолепные совершенно черные костюмы от Юга Босс, гестапо, вот, и начинают сотнями на антикранных хорьках или мерседесах, майбахах придавать в Кольцово или в Шереметьево и бегать там по туалетам и по самолетным движкам искать евреев. А что, прикольно же? Вот, сколько денег можно заработать? Ну, почему нет? Ну, вот примерно так же. Кто хуже, Гитлер или Сатана? Я вот не могу ответить на этот вопрос. Оба плохо. Оба плохо, да. Ну, вот, смотрите, день рождения Гитлера мы не отмечаем, а романтизация и героизация Сатаны, бесов и чертей происходит. Кто-то чего видит, понимаете? Ну, да, я соглашусь, все плохо. Да, Евгений? Я не могу сказать, ситуация выглядит таким образом. А почему запрещают в субъектах празднование вот этого Хэллоуина? Ну, в Якутии запретили. Почему в Союзной Думы говорит об этом в своем специальном телеграм-канале, обращается к депутатам? Потому что это действительно опасно для нашего общества, тем более в той ситуации, в которой мы сейчас с вами живем. Ну, представляете, против нас противостоит Объединенный Запад, Соединенные Штаты Америки. И вот мобилизованный воюет в окопе, значит, с оружием в руках. А его ребенка в школе вовлекает вот в эти сатанинские праздники, которые принадлежат... Ну, это же не просто так, это все технологии. Да, я вот, кстати, советую поклонникам Хэллоуина. Любите расчлененку, кровавые вещи? Блин, езжайте в окопы на СВО, там этого полно. Или запишитесь волонтерам в военный госпиталь. Там ребята искалеченные лежат, там кровищи много. Вот я слышал от некоторых не ветеранов, а вот до сих пор воюющих на фронте, на СВО. Вот говорят, по поводу Хэллоуина, приезжайте к нам, празднуйте. Тут вот дофига всего этого, вот все, что вы любите. Так, у нас последний звонок, а все сорвался. Вот, ну вот, кстати, по поводу СВО. Евгений, как тебе эта мысль? Ну да, всех вот этих вот товарищей, которые любят прыгать, что-то там еще как-то, свою энергию некуда девать. Вот все туда, пожалуйста, в добровольческий отряд, и там вам предоставят возможность действительно себя проявить и принести пользу Родине. Вот я считаю, что вот это должно выглядеть так. Ну, а на законодательном уровне, конечно, нужно еще раз, хочу сказать, ограничивать, запрещать. И, ну, вот говорите про школу. Я эту школу хочу назвать. 175-я школа. Вот на одной территории еще 70-й лицей. На Серово 12 у нас. Ленинский район. Вот там прямо, знаете, пироги пекут классом, который лучше всех спраздновал Хэллоуин. Представляете, что там происходит? И у кого там дети укусные, просто либо с директором говорите, либо бегите оттуда. И потому что там это уже не первый год. Там, например, 175-я школа и 70-й лицей. Жуть, жуткая, просто-напросто. Классы украшены черепами. Маленькие детки там. Третий, четвертый класс бегают в масках. Ну, там просто там, ну, это надо видеть. У меня фотографии есть у меня. Комсомольской правде готов предоставить, чтобы вы посмотрели, насколько это безобидно, безобидно в кавычках, празднований. Вот напишу. И вот, знаете, напоследок я еще хочу сказать, наше время заканчивается. Вот у меня гложет... Это не главный мотив. Это не главный мотив. Я вообще не любитель считать чужие деньги. Но вот меня гложет вот такой момент, что вот это чисто коммерческий праздник, который к нам привносится. Он привносится в первую, во вторую, в третью очередь, не тайными сектами, сатанистами. А коммерсантов. Еще Карл Маркс сказал по поводу вот этого празднования Хэллоуина, что нет таких преступлений, на которые не пойдут коммерсанты, чтобы получить прибыль в 200%. Вы понимаете, вот безобидный какой-то праздник, якобы там играют в черте, в чикатило, в монстров, и какие-то люди на этом поднимают какие-то деньги большие, маленькие. Я не знаю. Нам пишут. Что вот не хватает двух коммерческих праздников, что ли? 8 марта и Новый год. Что еще? Нам пишут. А еще свадьбы. Еще свадьбы. По-моему, опаснее безразличие полиции дело погибшего темнокожего, хотя наверняка православные и куча других проблем в государстве. Вы тут комедию раздули. Ну, я не знаю. Понимаете, вот к вопросу о распространении игр, вот этих стрелялок компьютерных и Хэллоуин. Ну, вот я не знаю. Я связываю вот эти чудовищные массовые расстрелы в США именно с этим. И у нас это появилось. Ну, это отдельная тема. Да, это отдельная тема. Спасибо всем за внимание. Наше время закончилось. До свидания. Шеремет рулит. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Бесконечно. Жем...